Итак, начинаем с мысли дня, перед тем, как придем к нашему Аллахот. Сегодня закончим чтение Шмуна Исры и начнем с законы Шавот, молочных трапез и вообще, как все происходит, праздник Шавот, чтобы мы уже были готовы к этому великому дню. Итак, написано в Торе такой посуд. Речь идет из Калмуше, ешьте это сегодня, это сегодня, что это, имеется в виду манну, ибо суббота сегодня Всевышнему, сегодня не найдете ее в поле. Так говорит Раби Гирша Жриманова, это на самом деле можно прочитать, как ешьте субботу, то есть ешьте субботу, как может быть на самом деле речь идет о шабате, то есть другими словами человек, который воспринимает субботу, ее святость, как еду, которую он поглощает, впитывает в себя, на самом деле должен постараться, чтобы суббота стала его, частью его, да, это то, что требует от нас Тора. То есть шесть дней работы, а суббота, суббота это определенный день, да, особенный день покоя. Рассказывает историю про Раби Лейба. Ари Лейб был автор книги Кцота Хошин, Кцойс знаменитый. Это самая сложная книга, просто, да, невероятное кушье для самых продвинутых вундеркиндов. Все во всех, во всех ешивах учат, Кцота Хошин читается, да, так у него был сильный аллахический оппонент. Раби Яков из Лиса, тоже был такой, да, Галаский, они с ним прямо спорили, спорили до такой степени, да, что, ну, как бы был его самый сильный оппонент. Так вот, однажды, когда Ари Лейб стал овдовел, он обратился к Шатхану и сказал, слушай, иди к Краби Якову из Лиса и спроси, он не хочет отдать за меня его дочь? Шатхан вообще удивился, говорит, Раби, но, насколько мне известно, это ваш самый сильный оппонент, говорит, почему вдруг вы решили взять в жены именно его дочь на у вас с ним такие дебаты? Ответил Раби Ари Лейб, говорит, все, что говорит, мы делаем, говорит, евреи, мы учим истории. А в Торе что написано? Что фараон дал Йосефу дочь Патифара. Как звали дочь Патифара? Аснат. Очень хорошо. Да. Рад. Тебе плохо слышно отсюда? Ты решил просто так, да. Так он говорит, что фараон отдал за Йосефа дочь Патифара. Но ведь Патифар был, как бы, он был хозяином Йосефа, бросил его в итоге в тюрьму на 12 лет и прочее, прочее, жизнь ему поломал. Так почему Йосеф решил взять именно его дочь себе в жены? Так дело в том, что Йосеф знал, что Патифар, будучи его тестем уже, никогда не поднимет вопрос о том, что он был когда-то рабом, он был в тюрьме, и какую-то негативную информацию о нем. Почему? Потому что теперь это муж его дочери, это может навредить его собственной дочери. И поэтому самый лучший способ, говорит Рабарь Елейб, обезоружить своего оппонента, это взять в жены его дочь. Окей. Ну, конечно, это он сказал шутя, да, но мы видим, насколько, насколько, да, и когда наши мудрецы спорят, это может показаться, у них такой спор, прям просто они готовы друг друга съесть. Но на самом деле это, конечно же, не так. Все это делается в первую очередь для того, чтобы добиться истины, да, потому что только в спорах человек может, да, подойти до истины. Итак, завершим то, что мы вчера начали, а именно окончание шмуна и сре. Мы все знаем, что когда человек заканчивает шмуна и сре, мы говорим о сэшалом бимрумаву, я сэшалом аллену, делаем три шага назад. Так вот, перед тем, как человек сделает три шага назад, на ахурав, бисюм отфила, сарих лихровы ли штахавот айшит кофефу, кольют хэт хулиот шабишидра. Многие делают ошибку, они делают три шага назад и потом начинают кланяться во все стороны. Неправильно. Сначала ты стоишь, ты кланяешься, причем кланяешься, как на мудим, как на мудим люди кланяются, вот так ты кланяешься, чтобы были задействованы все 18 частей позвоночника. То есть, да, не только какой-то частью, а полностью, чтобы весь позвоночник как бы, да, был задействован, как на мудим. И в таком состоянии уже, ты отходишь назад и потом просто поворачиваешься налево, направо, в середину, сейчас увидим. Но кланяться нужно перед тем, как отходить назад. Когда человек делает три шага назад, как это делается? Все делают по-разному какие-то шаги, даже ноги путают. На самом деле, порядок такой. Сначала человек делает, отрывает левую ногу от пола, имеется в виду. Не подумайте, что как-то еще. Отрывает ее от пола. У мениха и ставит ее И ставит ее таким образом, что большой палец левой ноги будет на уровне пятки правой ноги. То есть не делаем шаги. Шпагатой тоже не садимся. Маленький шажок. Так, что большой палец находится на уровне пятки правой ноги. После чего Потом правую ногу отрывает. И точно так же, что большой палец достал носком до пятки левой ноги. И снова отрывает левую ногу и уже выравнивает ее с правой ногой. Понятно, да, как это делается? Итак, левая до пятки правой. Правая лунная походка Майкла Джексона, ты хочешь сказать. Ну, может быть, что-то какое-то подобие здесь есть. Но на самом деле, да, левая носок до пятки правой. Потом правая носок до пятки левой. И потом левая выравнивается с правой ногой. Чтобы ноги были вместе. К Мошаю быть филатак, как они были во время молитвы. То есть, в итоге, ноги должны быть на одинаковом уровне. А почему им надо решать, командирам? Ты все. Я не знаю. Сейчас. Альшем. Вераглехем регали шара. Как сказано. А ноги их, ноги прямые. Да, как сказано про ангелов. Да, поэтому мы молим сейш-монайсером вместе. Нога у них, да, столб. У них нету, как бы, ног. Поэтому в момент служения Всевышнего мы уподобляемся ангелам. Но лекадхилла, ну, не вся вся госодга термизе. И лекадхилла, он должен стараться не делать более больших шагов, чем эти. То есть, мне надо делать шаги. Прям шаги. А это именно вот такие вот, да, пятится назад три раза. Это все уподобляется тому, как человек ведет себя при царе. Ты сначала подошел к царю, рассказал все. А потом, когда ты закончил, ты аккуратно отходишь. Ты не поворачиваешься спиной, ты не выходишь из комнаты, да. Ты как бы показываешь, что твое обращение закончено. Нам сегодня все это трудно понять. Нет настоящих царей. То есть, мы не представляем, что такое царь. Царь не президент. Это все даже близко. Царь – это человек, у которого в руках жизнь и смерть. Он по одному приказу, что он может убить весь город. И никакой там никто в Ютубе не начнет ролики выставлять, что он такой плохой. Даже если он стоп, а плохой этот царь, никто слова ему сказать не может. Царь – это абсолютная власть. Поэтому люди перед нем трепетали. А? Нет, сегодня президент – это просто поводок, собака. Ой, мой электорат упал. А сколько у меня процентов? Ой, этот против меня сказал, а этот против меня писал. Кто? Кто во времена царя? Это как в анекдоте, этот спрашивает в Сталинские времена или в Брежневские времена, не помню, короче, да, американский президент встречается, значит, президентом СССР и говорит ему, а что, говорит, у нас, говорит, в стране, говорит, демократия, говорит, знаете, говорит, не знаю, как у вас, у нас, говорит, любой, говорит, может выйти, говорит, на площадь, говорит, перед Белым домом и начать кричать там «долой», говорит, президента Америки, и ничего, говорит, ему не будет. Ну, как бы там, Брежнев послушал там или кто-то был, говорит, а у нас, говорит, тоже самое, говорит, любой, может выйти на Красную площадь и начать кричать «долой президента Америки», говорит, тоже, говорит, никаких проблем. Но если кто-то скажет про это, то сразу понятно, что с ним будет. Поэтому, когда мы делаем три шага назад, они делаются определенным образом. Сначала делается иштахава, так же, как во время мудим. Потом делается до половинки, то есть носок левой ноги, пятка правой, правая нога, носок, пятка левой. И потом они выравниваются. Не надо делать шаги больше. Лекатхила нужно делать именно такие маленькие шашки. Три раза. А если ты делаешь больше, чем три шага, обратите внимание, шага не три, шага получается два. То есть еще раз. Левая нога сдвигается до середины, до пятки правой, потом правая, до левой. И потом они выравниваются. То есть как бы два с половиной. И это то, как должно быть. А шалех цибур пусть не делает три шага назад. Не делает три шага назад. Обратите внимание. Бесофа хазара. После своего повторения Шмуна и Сре. А что? А когда он их делает? Сначала Ямтин отцов Кадиш Титгабаль. Сначала пусть скажет весь Кадиш Титгабаль. Он называется Кадиш Шалем. Шахарат Филан. Де-а, за после Кадиша Титгабаль. Уже Кадиш тоже заканчивается. Вот тогда пусть делает три шага назад, как мы упоминали выше. То есть Осе Шалом, о котором мы говорим в конце Шмуна и Сре, он сливается для Шулех Цибура с Осе Шалом, который находится в Кадиш Титгабаль. Нельзя. Не надо. Ты закончил Сумна и Ахамореха. Амин. Стой, где стоишь. Закончи. И ты одновременно сделаешь три шага назад. Так ведет себя Шалем Цибура. То есть надо сначала заканчивать, потом снова возвращаться и читать Кадиш. Теперь, смотрите, мы сказали, не сначала ты делаешь три шага назад, потом ты начинаешь кланяться в каждую сторону. Нет. Ты сначала кланишься и в состоянии поклона делаешь три шага назад. Теперь, в состоянии поклона. И поворачиваешь свое лицо. Куда? Налево. Правильно. Лево, что является правой стороной Шхины, которая перед тобой. Шхина перед тобой. Правая важней. Но правая того, кто передо мной, это мое левое. Поэтому сначала мы кланяемся налево. Шуца да ямин шаль шхина. Шамид паралим руэ от смокки бу шхина на муль панап. Потому что человек должен постоянно думать, что передо мной сквечина. Поэтому я на правую. То есть здесь мне сюда правую кланяюсь в первую очередь. Это от меня левое. Как сказано. А когда говорит. Он поворачивает свое лицо на правую сторону. То есть на левую сторону Шхины. И после этого кланяется перед собой, как раб, а не в тарме рабо. Который просит разрешения отлучиться от своего господина. Все. Речь закончена. Я все, что хотел, сказал. Попросил. Теперь можно мне удалиться. И заканчивает. И выпрямляется. И даже если он молится один, он всегда говорит амин. Там должно быть в конце амин. Обычно как бы амин говорят на твою браху. Но нет. Ты тоже говоришь амин. Потому что этот амин ты отвечаешь на всех сопровождающих тебя ангелов. Вот это классно. После того, как ты сделал свои три шага назад, после своей личной молитвы, стой на том месте, где ты стоишь, до момента, пока хазан не дойдет до души. То есть ждать. И в идеале, там, где у тебя закончились твои три шага, ты сделаешь шлангер, стой на этом месте, пока не дойдет повторение до души. И ближе уже к душе вернись снова на то место, где ты стоял. Ну или хотя бы дожди с момента, когда начнется хазара. Обязательно так делать? Да, видишь, он пишет, что так должно быть. Не обязательно, но так вот надо делать. Так правильно делать? Да, он так пишет. Обязательно, не обязательно, да? Как бы это не, это уже как бы шлангер со своей помолился, но вот такой правил, такой порядок говорит Аллаха. И когда Шалехсибур заканчивает Аэля Кадош, ты можешь сесть, после Гакэля Кадош можешь сесть. Но если в момент, когда ты сделал три шага назад, уже Шалехсибур начинает к душу. Немножко задержался в шмонайсре. Это после Мудима, правильно? Ты можешь ответить. Еще раз? Я не понимаю, это к какому Мудима? Ну вот, скажем, человек опоздал, молится шмонайс. В моменте началось, скажем, повторение о Мудиме. Ну, он молится шмонайс, он ничего не может делать. Но он должен что, остановиться? Он не может ответить, правильно? Да, остановиться должен, да. А после Мудима может остановиться, ответить на... Не-не, Мудима, нет. Мудима, что только... Нет-нет-нет, и после Мудима. Только может на элукайный цор. Мы это учили вчера, да? То есть после первой егилы рацион он может ответить в барху, к душа и к адишу. После первой. Внутри элукайный цор. А после второй уже может все. Даже варуху, варушмо. Но даже когда Велукайнацерон отвечает на к душу, он может отвечать только кадош, 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 кадош. И его даже не может немного ответить. И там у него ограничения. Если отвечать на кадиш, то только первые пять амейнов. И не дальше. То есть пока ты Велукайнацерон, тем более мудим вообще. Мудим это шмуна эсре. И кадиш ничего нельзя приватить. Ты шмуна эсре, шмуна эсре ничего нельзя. Не мудима. Не мудима. Просто еюл рационный рейфи, регионный билефанех, а шэм в Туриву Гуали. Это мы сказали вчера. Я до момента, перед мудимом, я на моменте. А когда уже начнешь читать, скажем, либо... Не, после мудима нельзя, это шмуна эсре. Там еще атох, шимхал, уханов, дот, еще сим шалом. Просто я правда там очень хорошо помню, что мы туда учились в Тушканару. Альберт, а можешь сказать вопрос? В итоге, мы когда закончили еюл рацион, мы с наклоном идем эти шаги назад? Да. Да. Именно. То есть при наклоне мы идем эти шаги назад, а потом налево-направо-вперед и выпрямился. Да. Да. Совершенно верно. То есть наклон не изменяется. Наклоняешься, делаешь три шага назад, поворачиваешься... А насколько сильно, Альберт, нужно наклоняться? Прямо вот сильно нужно наклоняться? Как на мудим, он говорит, you have, все 18 позвонков должны участвовать. Как на мудим, Максим. То есть, ну, полноценный наклон. Мы сказали не так, чтобы лицо было на уровне пояса. Ну, вот как на мудим наклоняешься, так и наклоняешься. Итак, мы вчера это учили. Прямо Аллаха, Шурханарух, Миштабрура. Нет такого. Все, что от мудима только для луканецов, остальное все нельзя даже от приказа. То есть, в момент, когда я читаю Шурханаруха, неважно, там, до мудима, в момент Шурханаруха моего... Можем еще не говорить. То есть, я просто, если начинаю с Кадиши, повторяю их, то я просто останавливаюсь и могу ответить на Кадош-Кадош. На Кадиш я не отвечаю правильно, если вы не Шурханаруха. Ничего не отвечаю, вообще ничего не делаю. Я молчу, жду, пока читаю Кадиш, и дальше я... Не Кадиш, только к Душа. Только к Душа. Что, молишься Шурханаруха? Бывает разные периоды. Я пришел, когда уже начали... Вообще, я думаю, ты должен просто читать Шурханаруха, вообще даже не останавливаться. Потому что в наше время он пишет, что только если Хазан, крутой Хазан, и ты сможешь тем, что ты слушаешь его к Душу, как будто ты на нее отвечаешь, а если тоже, как бы, что у них таких Хазанов мало, да, просто молишь Шурханаруха. Даже вообще не реагирую, молишь Шурханаруха. Никогда что-то. Тем более, конечно, ничего. Просто в Шурханарухе ничего не слышу, ничего не вижу. До конца. Альберт, по-моему, во время к Души, по-моему, во время к Души просто нужно останавливаться и слушать, нет? Да, да, да. Вот так мы сказали, но и то. Мы читали в Ялкуте Иосифе, он говорит, при условии, что Хазан, он знает законы Шумея Кеоне. А если как бы у тебя сомнения, не останавливайся. Не останавливайся. Потому что смысл, ты останавливаешься, чтобы как бы слышать его и быть как Хазан. А если он этой Каваны не имеет, или есть сомнения, что он ее имеет, зачем ты останавливаешься? Что происходит? Молишь Шума на Исре? У нас в Ишиве надо это объяснять, чтобы имели в виду. Я лично всегда имею в виду это. Когда Хазаниш? Да. Или когда молишься? Нет, когда Хазаниш. Когда Хазаниш? Нет, я думаю, что, в принципе, у нас в Ишиве как бы максимально, да, люди как бы Хазани знают. То тоже надо быть внимательным. Надо быть внимательным. Если, когда ты сейчас понятно, что с современными моментами понятно, если Кадиш звучит. Альберт, а сегодня у нас 38-й день вообще? Или просто молишься дальше, да? Что? 38-й день? 38-й день, да. Окей. И когда ты ждешь начала повторения Шума на Исре? Ноги ты держишь так же, как ты держишь во время Шума на Исре. Вместе стоишь. Гаммаш Лекцибурь должен сделать три шага, когда молится свою личную молитву. Но после того, как он возвращается, молится уже громко. Он не должен делать три шага назад. Вот, пожалуйста. Но если он после своей личной молитвы, Хазан, не смог сделать три шага назад, потому что его заперли, кто-то сзади него встал и молится Шума на Исре долго, и он был вынужден начать повторение в этом положении. Тогда, когда он закончит свой Шума на Исре, вау, интересно, да? Повторение Шума на Исре, тогда он должен сделать три шага назад, потому что он так и не смог их сделать после своей молитвы. Кто-то встал сзади него и начал молиться, и Хазан запер, и не мог сделать три шага назад. Опять, ребята, что происходит? Мы вернулись в законы Шума на Исре, и все это уничтожили. Да. Человек вышел с обедей, имеется в виду, что Сашалом сказал, но человек стоит сзади. Он не может три шага сделать. Да, он не говорит Сашалом. Он просто стоит на месте, ждет, пока тот закончен. Он может все отвечать. И не только Кадиш, вообще все. Баругу, Варугшмо даже может отвечать. То есть все может говорить. Это же второй июля рацион. После второго июля рацион, вчера мы, это все было вчера. Вот это вчерашний урок. Да. Яхид маакагальши съемт филат Шмуна Исре, ассурлу ладаберше ебаталабен тфилат Аллаха, что хазардашат. Страшно, да? Вот, ребята. Яхид, если ты молился в общине, и ты закончил Шмуна Исре, ассурлу ладабер запрещено разговаривать и болтать какие-то пустые вещи до повторения Хазары Хазаном. До повторения Шмуна Исре Хазаном. Люди думают, о, я закончил раньше Хазана, все, у меня перерыв, можно и поболтать. Да? Нет, в это время разговаривать еще нельзя. Но сказать какие-то пустые им, получить Тору, это разрешается. Но еще лучше, если все равно ты будешь не вслух, а просто в мыслях читать какую-то книгу, да, так лучше. Не проговаривая словами. Скажи, пожалуйста, где ты написал, что будем говорить, посмотрите Аллаху, кто вы узнаете. Скажи мне, где это написано. Это Аллаху, Симан Куф Каф Дарит, 124-й Симан, законы повторения Шмуна Исре. Окей, скажешь, законы повторения Шмуна Исре, посмотри, пожалуйста. Все знают Багалахана Фуреша. Да. Получается, что я должен быть на Шмуна Исре, я пришел три шага назад, то я делаю Симан Куф Каф Дарит. Правильно, что я стою дальше, жду, когда будет Казара Таша Ац, потом делаю три шага вперед, отвечаю на Кдушу, и до этого момента я не сожжу, не могу уйти в другую сторону. Сесть можешь после Хакера Кадоши. Да, ну все, получается, я закажу на Шмуна Исре, я должен стоять, ждать, пока я делаю Казара Таша Ац. Да. И потом за три шага вперед, и ответил на Казара Таша Ац. На Кдушу. На Кдушу. На Кдушу. Это вся Шмуна Исре. Не обязательно вся Шмуна Исре. После Кдуши можно сесть, после Акеля Кадоши. Но там, где очень долго молится Шмуна Исре личную, и Шалех Цибур ждет, пока закончат все молиться, то есть кто-то молится очень долго, и Шалех Цибур стоит, ждет, и никак не начнет. Тогда лучше, правильнее всего, действительно получить книгу, потому что люди все ждут, не знают, что делать, как бы долго тянется, кого-то ждут. Лучше открою книги, поучись. И не стой просто так, займись чем-то. И Шалех Цибур сам, он тоже иногда стоит, он как бы ждет, он уже закончил молиться, и ждет. Ему нельзя читать чтобы он не прервался между своей молитвой и повторением. Тем не менее, тем не менее, даже для Шалех Цибура можно про себя поучить какие-то Аллаху. Альберт, а если что-то надо спросить, то можно спрашивать у Шалех Цибур, может отвлечься на какой-то вопрос, или нет? Ну, смотри, написано, что Бедиврей Тура, но тоже лучше Бегиргур. Нет, он запрет только над Дворим Беталим. Дворим Беталим. Да, но если есть, например, какой-то аллахический вопрос, но не связан с молитвой, то есть тоже лучше не делать, да, в этот момент? Запрет над Дворим Беталим. Если это не Дворим Беталим, если это как бы поделают, Аллаха, это что-то, что человеку важно, и сейчас вот он решил спросить, и потом он не сможет, и здесь можно облегчить. Просто так разговаривать нельзя. Зам Молится, кто отходит человек и спрашивает, а вы не знаете, допустим, когда Раба Цибурит Беталим? Ну, или что-то, какие вопросы задают Кам Мол Хазан в этот момент? Как отвечать? Надо постараться ему показать, на часах что-то, да, не прерываться, показать, что сейчас как бы не самое лучшее время для разговоров. Что это, как бы, не Аллаха? Если человеку важно, чтобы он не обиделся очень аккуратно, да, если не Дворим Беталим, если человеку это важно у тебя спрашивает, может быть, это уже как бы не... Надо постараться ему дать понять, что тебе неудобно, то есть сейчас не время для разговоров, да, чтобы он догадался, что не разбирал это долго. Итак, Рабутай Шавот, надвигается Шавот, надвигается Мессияр, очень много связано с этим, Малахот интересно. Бешешаба Симан Халь Йом Хага Шавот, шестого Симана наступает праздник Шавот. Лахарьям Исфират, после отчета Омера, да, которые продолжаются сорок девять дней, Шаим Шива Шавот, то есть семь цельных недель. Велахэн Некраха Шавот, поэтому он называется Шавот недели, потому что по окончанию семи недель наступает Шавот. Да, мы ухазали, говорили наши мудрецы, ламаталакату в Йом Хага Шавот без сфера, почему у всех праздников в Торе есть дата, но вы не найдете нигде в Торе дату праздника Шавот. Праздник Шавот, его дата подвешена исключительно по отчету Омера. Это 50-й день от Ахарея, Шаббат, Песаха. Все, дату, только Тус на это он нам сообщает, что это шестой Симана, что это седьмой Симана, там, Мушэ добавил день. Так бы мы не знаем, это всегда 50-й день. Такого нету с другими праздниками. Почему? Потому что, когда было сказано евреям при выходе из Египта, что они в будущем должны будут получить Тору после 50 дней, как сказано, бьет Сиаха, это Амми Сраями, когда вывел он этот народ из Египта, Таавудун, это Элуким, будете служить вы Богу Аль-Харазе на этой горе. Почему написано Таавудун? Таавудун, на иврите, будете служить. Таавудун, таманун лишнее. Нун, это что за буква? Сколько это число, нун? Это 30. Сколько? 50, конечно. Хазак. Нун, это 50. Бимком Таавуду, чтобы намекнуть тебе на 50-й день, что на 50-й день получите вы Тору на горе хоны, поэтому Таавудун. То есть служба это начнется на нун, на 50-й день от выхода. И поэтому из своей большой любви и ожидания этого дня все евреи начали отчитывать дни. Ах, у нас 50 дней, сегодня первый день, на следующий день, второй день, три дня, они начали считать до этого дня. Потому что для них это было так долго из-за своей большой любви они ждали этого момента подарок получения от Всевышнего и считали дни. Поэтому эта сфера, отсчет у нас установлен на все поколения. Мы также, да, показываем свою любовь к этому дню, ожидания получения Торы, которые мы получаем каждый год. Мы знаем, что у нас обычно есть такой закон встречать праздники и шабаты раньше времени. Но есть исключения. Шавут. Шавут нельзя встретить раньше времени. Нельзя делать кедуш раньше. Почему? Во всяком случае есть такие которые говорят, что этого делать нельзя и так большинство стараются делать. то есть до 20 минут после шкиятахама. То есть до реального ночи. Потому что если ты сделаешь кедуш раньше времени, у тебя не будет полных 49 дней. А тебе нужно полных шиваша вот и минут. Тиена. Да? Чтобы было семь полных недель. Весь, которые с этим спорят. И говорят что люди уже взяли обычай и даже делать кедуш раньше. Тяжело. Поэтому изначально чтобы выйти по всем мнениям по страйке сделать кедуш вовремя. То есть после уже шкии 20 минут когда цета хама. У бифрата мукумот эду особенно да, там где это несложно что нахон надо так правильно делать. И тем не менее если есть необходимость то можно положиться на тех кто облегчает. Особенно он говорит в странах Европы где как у нас да, там очень поздно начинается мы с вами за стол что вот сядем в 11 ночи. В 11 ночи мы сядем за трапезу и в час ночи или в 12-30 вот так в 12 придем сюда учиться. И будем учиться всю ночь. Да? Но получается поздно неудобно. У Бенеаба если говорить тем более Бенеаба как бы дети не могут ждать жена но очень поздно садиться за стол и так же это мешает может быть учебе Тору ты хочешь уже пойти на человек учить Тору а у тебя трапеза начинается в 11. Если все эти вещи есть тогда можно положиться на Микелимке они могут облечить и сделать кедуш раньше да ты сейчас шутишь а мы дойдем до этого а лучше всего пусть обязательно дождутся шкии шкия это когда диск огненное солнце уходит за горизонт то есть свет еще проникает звучит как раз таки цет это когда лучи от огненного диска солнца тоже пропадают и тогда называется выход звезд то есть на самом деле звезды никуда не выходят звезды всегда были на небе просто их становится видно тогда когда свет от диска солнца тоже пропадает. Называется выход звезд. Начинаешь видеть звезды, потому что свет солнца закрывает, ты не видишь звезды. Поэтому как минимум надо дождаться шки. Тем не менее, даже если ты так сделал, все равно постарайся съесть киза и хлеба уже в положенное время, то есть когда циток ухами. Я думаю, что наше общение мы устрожаем. У нас тут уроки, молитва, и мы реально идем домой, делать трапезу в 11 ночи. И снова собираемся здесь, в 12, у нас 30 в час. Собираемся, и начинается у нас седер. Начинается у нас учеба. Мы заканчиваем какой-то трактат, или не знаю, что будет в этом году, но будем учиться всю ночь до утра. Мариф можно молиться, как обычно, если даже привыкли молиться раньше времени. Да, можно помолиться Мариф. И не обязательно прям устрожать и молиться. Только после циток ухами. Но мне кажется, в нашей общине мы тоже устрожаем и тоже молимся после циток ухами. А давар барур. Известная и понятная вещь. Если ты забыл сказать шейхиану шавот, ты не сможешь сказать шейхиану после шавота. Ни после шавота, ни в течение 7 дней после шавота. А вы спросите, а при чем есть 7 дней после шавота? Дело в том, что 7 дней после шавота тоже не читается Таханун. Сейчас мы увидим, как правило, до 12-го. Здесь два Минхага. Не читают с 1-го Ияра. С 1-го Ияра уже не читают Таханун. До 8-го. Это Ашкиназин. А с Фарадин до 12-го. Нахон. Бедил. Сивана. 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 Да, Сивана. И почему? Потому что пишет Алму, что если человек по каким-то причинам не смог принести жертву хагига, не смог принести праздничную жертву шавота в шавот, у него есть на это восполнение Ташлумин в течение 7 дней. То есть на самом деле любой праздник еврейский длится 7 дней. Даже шавот, который вроде длится 1 день, он на самом деле имеет влияние на 6 следующих дней. Он имеет это влияние. И поэтому можно принесить Белакурбан, Ташлумин еще 6 дней после шавота. Дальше. Белайл хага шавот мутарная холя пат им салат. Окей. Белайл хаг шавот есть обычай. Минхаг. Слышишь, Давид? Минхаг. Это Минхаг не спать всю ночь шавота. Поэтому, ребята, это строже, чем даже Тора. То есть даже Минхаг, когда мы говорим, это значит и скройт из носа. А скажи, пожалуйста, что... То, что Израиль принял на себя как Минхаг, это очень важно. Да. Что надо учить? Сейчас пойдем. Ада лотошахар. До зари. Да, там и причина этого Минхага. Белайл хага шавот. Лефи бешат, кабалатура. Потому что момент дарования Тора и Давид. Аю израиль нирдамим кола лайла. Евреи задремали. Они ой-ой-ой, 49-й день. Скоро-скоро Тора. 40 дней читали. Да, считали дни. Не спали. А именно на самом финише. Как все они просто заснули. Вау. Все заснули. Нирдамим кола лайла. Так бывает. Да, готовишься к экзамену, готовишься, и за час до экзамена вырубило тебя и проспал экзамен. Да, каким-то образом так получилось. И Всевышнему пришлось ходить и будить евреев. Ле айрамми шнатам от их сна. Аля дей колот. Громом и молниями. Шааю лифней мама, которые сопровождали дарование Торы. Да, Всевышний будильник свой включил. Вау. И поэтому мы должны исправить это. Изучая Тору всю ночь. Но, чтобы Минхаг не сделал хуже. Сейчас будем учить дальше. И этот, потом брат, потом есть целый тикун. Тикун специально, да, книга целая. Она состоит из всего. Это книга Дворим. Это, да, это Танах. Это Мишна. Это Зоар. Это все, короче, вся Тора. Да, там целая книга, кусочки всей Торы. Но это касается только мужчин, не женщин. Женщина спокойно ложится, спит, высыпается в эту ночь. И ни о чем в этой жизни не парится. Зайн. Ну, если дети не болеют, конечно. Надо очень опасаться слов наших мудрецов. И учиться в ночь шавота, Давид. Очень опасаться. И учиться. Читать тикун, который написан у нас, говорит. То есть, вот как он сшит, как он написан в том порядке. И предпочесть именно эту учебу, то есть нашего тикуна, больше, чем изучение Талмуда или Пуским. Видите, у нас как. Но в любом случае, если ты бне и шива, у которых душа и сердце, они любят учить Талмуд, Гемору, да, как положено. Очень тяжело. Вот честно, вот я говорю, я сколько раз пытался, очень тяжело читать тикун. Тя просто вырубают. Ну, когда ты читаешь, ты или... Вперед, дайте, пожалуйста. Дайте ему кум. Вперед, дайте немножко. Я таксисту говорю. Скажи этому таксисту, брат, что если он немедленно не прекратит. Окей. Да, с нами будет шавот отмечать. Окей. Так вот, если человек очень любит учить Талмуд, если он не шива богу, то ему разрешено, да, может учить Талмуд. Необязательно. Тяжело читать тикун, тяжело читать текст, который ты не понимаешь. Идра, Зу, Та, Кабала, все ты читаешь, все ты засыпаешь. Да? Но когда ты учишься, а? Я Хазан ведет, молитву, молитву, читать. Халян тоже читаешь, правильно? Халян читает или решит? Да. Тоже не хочешь? Или я сам должен читать? Ну, слушай, он не сидишь, но просто слушаешь. Читаешь там Тири, я тоже слушаю, что он читает. Я не говорю, хочешь, или ты обязательно сам читаешь? Лучше учить Тору в этом случае. Вот он говорит, лучше учить Тору. Это очень тяжело, человек просто заснет. А когда ты учишь Тору, ты понимаешь, что тут и не заснешь. Запомните. Да, то есть тяжело, не спать целую ночь, тяжело, если ты ничего не делаешь. Если ты учишься, а учишься в Хевруте, ты выбрал свою тему, у тебя пролетит эти несчастные два часа, ты даже не успеешь. Вообще пролетит просто время, когда ты учишься. Так тяжело. А есть, которые учат Сефера Митцвот Рамбама. Открывают Сефера Митцвот и учат Сефера Митцвот. И поэтому, если вся община читает Тикун, тогда нехорошо отсаживаться там и учить что-то другое. Очень важно постараться в эту ночь не болтать на пустые темы. Работай, да. Сегим учим Тору. Пять его можно перерыв? Да, можно. Все вышли, там сразу сигареты и давай, все понятно. Это святая ночь. То есть утром будет дарование Торы. Это Лейл Шавот. Да, даже если ты вышел отдохнуть, спокойно, да, что-то обсуди такое лайтовое. То есть из того, что учили, можно какую-то тоже тему Торы. Не отвлекаться над Варим Бетелем. Растрачивай это драгоценное время на пустые слова. А человек, который сидит и ничего не делает в ночь Шавота, готовы? Как будто спит. Вы поняли? Нет такого не спать в ночь Шавота и смотреть фильмы в Нетфликс. Нет. Не спать в ночь Шавота, это означает учиться. А если ты не спишь, но ты не учишься, ты как будто бы спишь. Это называется Кейошэндами. Это нет в этом пользы. То есть в чем значит не спать? Не спать имеется в виду быть занятым изучением Торы, а не просто не спать где-то, да. Кейошэндами. Сильные слова. Как будто бы человек спит. Веальпиа кабала, и поэтому по кабале эйнли крот мишна белай лазу. Не читают Мишну в эту ночь. Мишну. На Мишну не могу. По кабале. Веальпиа кабала. Веальпиа кабала, ешли крот крия чма. Чему не учат? Еще раз. Бифратле кабала, ребят, я не знаю. Мишну, 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 Мишну. Можно, конечно, все учат, но по кабале кто-то не учат. Те, кто читают Тикун и так далее. Веальпиа кабала, ешли крот крия чма. Бифратле элэ шеит палилу арабит мебо дьем. И ближе к полуночи хорошо в полночь шавота, в полночь. Прочитать шма. Тем более, если ты молился ранний марик. Прочитать шма. А если есть, говорит Талмит Хахам, какой-то раф, который может обратиться к общине и рассказать им какую-нибудь талмуд, какой-нибудь мидраж. Рассказать им какие-то, что-то 13 заповедей. Чтобы люди не дремали. То есть, да, какие-то те люди, которые много знают. Например, Давид, который внимательно слушает. Он может взять, сесть с людьми и дать какой-то урок. Как-то людям что-то объяснить. Чтобы они не спали. То есть, каждый должен найти себе, да, кого-то дать, привлечь, разбудить людей какими-то интересными вещами и историей. Окей, работает. Давайте мы здесь сделаем паузу. А, еще ладно. Берка Татура, говорят только после зари. Это где-то за 72 минуты до восхода солнца. До появления диска на горизонте. И это высчитывается при помощи временных часов. Понятно. И наша обычная, даже если ты не спал всю ночь, ты все равно говоришь Берка Татура. Мы сами говорим Берка Татура. Аня, а если ты знаешь, что человек уснет, он не виден, вы что, вообще не приходите-то? Мы дальше будем учить, что если ты на шахарите будешь как бы, да, спать и жмать, и молиться. Не сможешь молиться? Я думаю, брат, нужно три ночи не спать. И нормально себя чувствовать. Если на самом деле человек понимает, что происходит, он спокойно, он не будет терпеть. Он, наоборот, будет... Можно еще неделю. Но, да, может получиться хуже. Если ты не спал всю ночь, а потом ты молишься плохо, то это хуже. Но тогда лучше пойти спать. Ну, конечно. А что, бывает так? Мне кажется, что ночь у нас вот в этом плане очень, очень легко. Потому что мы в Москве, у нас ночь длится три часа, ребята. Вот в Израиле в семь вечера садятся и до семи утра учат. Вот это да! А он иногда в час пришел, да, в три уже шахарить начинается. Ты даже не успеваешь же это до три месяца пройти. Что делать? Поэтому грех жаловаться. Да, здесь это несложно. Шаркоах. Альбер, здравствуйте. Я, если я правильно помню, кто... Сефарады утром в Иллуайне Шама полностью говорят, да? Мы говорим все, кроме Иллукайны Шама. Мы учили, что Ханару говорит, кроме Иллукайны Шама. Но есть вина, что говорят вообще все. Кроме Иллукайны Шама, кроме нас и вина. А на Тилат Ядаем говорим? Альбер, какие у нас и вина? Мы все брохот говорим, кроме на Тилат Ядаем. Все брохот, кроме на Тилат Ядаем? Да. Он писал, что можно говорить все брохот, но отдельно, что Ханару выделяет Иллукайны Шама и Анотелас Хамина. Да, нет. Это уже к нам не имеет отношения. Я думаю, что да. Илкут Косеф говорит, что даже это надо говорить. А что касается на Тилат Ядаем. На Тилат Ядаем вот это да, спор. Что Мишта Брура пишет, что по всем ICMS. Нет, на Тилат Ядем мы учили, что не нужно. По-моему, мы учили, не говорим. На Тилат Ядаем не говорим, да? Нет, не говорим на Тилат Ядаем. Все остальное говорим. Все остальное говорим. Главное Беркот Аторуа. Тоже с зарей нужно произнести Беркот Аруа каждый самый отдельный. окей завтра продолжим мы только в середине законов шаблота поговорим об этом обо всем подробнее хорошего дня